здравия соратники давайте сегодня мы поговорим о проблеме экологического геноцида машины идут непрерывным потоком вон оттуда здесь разгружается эта территория старого полигона вон там сооружается новый и конечно масштабы всего этого просто потрясает старая мебель обувь детские игрушки целой упаковки просроченных продуктов мешки картошки пластиковые пакеты и десяток гастарбайтеров которые рассовывают по пакетам пластик и бумагу жестяные банки отсели еще внизу а это вы картон собирается что кроме картона еще чего-нибудь собирается другие а какие еще на кого журнал газет а журнал газет если бы мукова не поставил бы я думал так бы сейчас еще и подымали как тонны макулатуры сбрасывают на свалочный полигон в десятках километров отсюда в солнечногорске предприниматель денис кондрасиев говорит как ему не хватает этой макулатуры потому что у него как раз завод по ее переработки сегодня первую очередь перерабатывают 6 тонн в сутки разных видов макулатуры вот это наш стратегический запас ну вот он такой до небольшой и это да это наш реальный склад завод должен держать на складе не менее 10 дневного запаса только на выброшенной макулатуре страна по словам кондрасиева теряет миллиард долларов в год макулатура примеру ядрова это 30 процентов этого ядрова это именно то что там гниет это потому что биологический отход эта упаковка которая разлагается путем биологического разложения то есть на компостной куче то есть бактерии ее едят происходит выделение тепла даже при температуре 40 градусов спельный полистирол начинает выделять при 40 градусах уже диоксины которые мы не чувствуем и они оседают на близлежащих полях даже может быть там за 15 километров от полигона могут быть элементарно обнаружены диоксины на ваши клубники которые вы выращиваете поэтому это не то что вы чувствуете и вам плохо как раз вам будет плохо непонятно от чего вдвое больше мусора чем один москвич программы переработки начались только в конце прошлого века городские администрации шарахались от одной программы к другой в итоге сейчас перерабатывается менее четверти всего мусора горы отходов стекаются в бруклин в городе расставлены баки для раздельного сбора и заводы по переработке не справляются вот один из них компании симс ресайклинг здесь каждый день утилизируют примерно тысячу тонн мусора и все равно этого мало иден queen проводить экскурсии для детей чтобы они понимали что им предстоит сделать сегодня в нью-йорке переработки подвергается 16 процентов мусора остальное идет на общие свалки мы только в начале пути но есть в каком направлении двигаться и я абсолютно понимаю те кто протестует против искусственно созданные проблемы свалок когда не дают людям перерабатывать а перерабатывать можно чуть позже покажу как и что делать с мусором я понимаю те кто протестует 6 и потому что сдирать деньги отдавать огромные суммы федеральному оператору за то чтобы наш мусор который можно полезно использовать и переработать решив экологическую проблему за огромные деньги перевозят за тысячи километров засирая красивейшие места места силы и все это за наш счет и по сути уничтожая экологию вместо того чтобы что-то с этим делать с этим надо что-то делать поэтому я не сторонник занимать какую-то позицию но все же в этом случае я понимаю те кто в шиесе протестуют защищает свою землю свое здоровье своих детей а ведь все можно сделать иначе и давайте посмотрим как можно сделать иначе как иначе решить проблему мусора бесплатно да еще заработать на этом вот хороший пример в моем родном городе орел мужик за свои деньги построил вот этот комплекс его потом загнобили разорили перехватили управление и сейчас общем-то все немножко иначе и не так как задумывалось но он готов был когда-то бесплатно избавить всю область от мусора стопроцентная переработка повторяю бесплатно для горожан для людей он мог на этом зарабатывать деньги сам и немалые деньги избавив область от свалок один маленький заводик то есть проблема мусора искусственно вот давайте посмотрим почему я так думаю что проблема мусора искусственно здесь пограничная зона здесь пограничная зона здесь пограничная зона и здесь вот за счет вот этих вот вентилятора да подается уже тут они проходят и вот здесь у нас раз два три раз два три шесть этих кодов для кислорода дает избыточный кислород и тут температура сразу получается температура 1200 1400 градусов известные науки все известные науки диоксиды тураны диоксиды бензопирены да при температуре свыше тысячи семьдесят градусов да все известные они разлагаются на атомарные составляющие молекулы да значит молекулы они разлагаются на атомы и вот в этом ватамарном составляю когда атомы когда атомы у нас ни одно неизвестно лаборатория не можно ловить диоксиды их нет осаждается да как раз проходит сюда котел вода да и а при температуре вот температура падает где-то 900 градусов далее что происходит для того чтобы образовались для активных урана нужно это реверс срабатывает когда перегрузка обратно да да еще один пример того как можно обращаться с мусором что с ним делать тоже в орле причем рекомендую идеальные установки для сжигания мусора и получение всего чего можно полезного дальнейшем можно и получать металлы у особо чистые металлы и получать топливо и естественно электричество и тепловую энергию для отопления это все доступно это все реально это все зависит только от политической воли людей которые или не людей которые нами управляют давайте рассмотрим поподробнее что такое и с чем мы имеем дело то Продолжение следует... Продолжение следует... Я точно приехал, чтобы снять эти чудо-установки, в которых горит все, включая металлы, пластики, любые бактерии, любые даже отходы, которые... Включая биоотходы, кости, жир и прочее, что не горит при любых других условиях. И лично заснял и сейчас вам все это покажу. Смотрим. Тетка, расскажи мне два слова. Это Виктор уже смотался на якобы мойку. Ну, установки для сжигания отходов. Собственно, вам как это презентовали, как это рассказали? Ну, мне это рассказали. Я хочу, чтобы именно на видео... Стас сказал, что ты поможешь. И Стас куда-то ушел. Стас! Понятно. Экодеструктор, SDM, пиролизная. То есть, расскажи два слова. С чего состоит? Что где происходит? Где там камера дожига, вихревая и прочее? Ну, два слова. А потом я сам даю. Ну, я понял. Описание конструкции. Вот, получается, у нас установка состоит... Это модульные установки. Во-первых, это DM. Не SDM, а DM. Инструкторы модульные. Вот, поэтому они в модуль поставляются вот именно так. Здесь у нас получается реактор, в котором происходят у нас основные процессы. Ну, пиролиз просто. Ну, как бы там не пиролиз получается. Пиролиз, он и приходит на маленьких температурах. Здесь у нас идет высокая температура. И горение вниз. И система рециркуляции, которая у нас внутри реактора, она как бы вот обеспечивает... Ну, да, вот эти пиролизные газы, они будут вниз. Вот, горение у нас происходит внизу. Да, и из-за этого у нас отходы, которые поступают у нас сверху. Загрузка у нас производится сверху. Вначале у нас вот эти люки были работали. Сейчас мы как бы работаем в основном через крышку. Угу. Мы используем какие-то крышки, загружаются по отходам. И получается у нас горение вниз, и у нас прерывная подача идет сверху. А они еще постепенно опускаются, опускаются, опускаются. Вот. Что касается дальнейшего процесса, то, что здесь у нас вот основная реакция здесь, у нас там стоит такая толстеньковая решетка, вот, через которую, собственно, она нагревается, через которую проходят газы, но основная реакция вот там. Угу. Которая происходит дожив к отходящей газу. Угу. Ну вот, ну что-то, если там не догорело, здесь вот у нас температура, если там, ну, примерно тысяча средней температуры, то здесь вот температура 600, то есть дожигается. Угу. Там теряется, там создается такой, ну, кривопотом. Вот. А дальше уже стоит необходимое оборудование там, ну, кому что, то есть кому-то требуется там тепловая энергия, вот тут можно какое-то тепловение поставить. Вот здесь мы просто ставим такой, как бы охладитель отходящей газа больше, вот, который сохраняет у нас дымососка на выходе. То есть потому что они работают на предыдущих температурах, ну, нельзя превышать. Ну, естественно, да. Лопатки все по... Да, ну, а так вот, конечно, мы стремимся к ГОСТу, который как бы регламентирует то, что отходящий газ должен быть там 320 градусов и не более. Вот поэтому как бы ставим пока такое технологическое решение. А, собственно, высокие температуры, вот, которые позволяют уничтожать все микробы, все и все остальное, это где происходит? Это у нас в реакторе, да. Это в самом реакторе? Да, в самом реакторе снизить. Да. Ну, в большом счете это как бы все. На камеру дождика можете посмотреть? Да, конечно. Вихревой принцип показать. Где, собственно, вихрь? Вот в этой камере, да? Получается там вихрь. Ну, идет сюда поток, да. А вот этот завихритель у нас такой элемент, да. И вот он получается. Он вокруг, и потом на второй круг идёт. Да, да, да. Да, там и не один круг. Если что-то такая, ну, частица была, не догоревшая попала, как бы, может там кружить, кружить, пока не догорит. А вот так в основном газы. А почему только сгоревшие идут вверх? Там, получается, разделение потока как-то? Ну, да, из-за того, что как бы здесь очень сильная у нас воздаётся дымососом тяга, то у нас здесь вот именно закручивание происходит такое своеобразное. А потребление большое? Электричество? Нет, получается вот она 5 кВт максимум, то есть это в час, это мы на большой регистрировали. То есть, ну, у нас только вот, ну, потребитель, только электродвигатель, который вращает этот дымосос. Ну, в принципе, там его тоже можно немножко уменьшить. Да, он у нас не максимально как бы работает всё равно, то есть он как бы холостует, часть всё равно идёт. И поэтому, да, здесь, говорю, только электродвигатель, всё остальное освещение, как бы, это такой же минималка. Вот. Ну, в принципе, это немного где-то получится, 20 рублей в час. Да, это очень немного. То есть, по сравнению, например, с тем же топливом, который, ну, соляк или газ, который сжигает, там вообще неимоверный расход, плюс расходники. А у нас, как бы, ничего, ну, температура мы поддерживаем, что у нас не выходит из строя и всё такое. Сам топливомососом, когда выдерживает больше температуры, самая проблемная часть, это, получается, у двигателя, подшипник, вот там сваска, она поддерживает определённую. Чтобы не спадают. Да, и вот как бы она-то. А так, эти лопатки, они как бы нормально всё. Ну, а не пробовали уменьшить потребление, там, технологиями ротовертора или, там, обмотка этой славянкой. Да, у нас не требуется. Не нужно, да. Копить. Основная задача была, как бы, вот, сжигать, как бы, что-то утилизировать, но не минимизировать потребление. Оно и так минимально. Ну, да. Это уже потом до идеала, конечно, можно доводить, когда уже всё основное придумали. Ну, а, собственно, остальные установки такие, ну, только меньше, там, объёмка, это, это, ДМ-500 у нас идёт. Угу. Вот, измеряется у нас она, ДМ-500, значит, 500, 500... Килограмм, получается? Нет, не килограмм, а 0,5, короче, кубометра. Угу. Вот, вылезает именно в реактор. Именно разовая загрузка, вот объём реактора. И сколько горения идёт? Там у нас, оно немножко по-сложному идёт, то есть, оно у нас идёт постоянно. То есть, нет такого, что вот мы забросили, и оно сгорело всё. Мы именно докидываем. Можно докидывать. Да, мы докидываем, докидываем, докидываем. То есть, именно... Осредить вот так вот сложно. Мы можем только взять какой-то период, вот мы берём сутки, и вот сколько в сутки мы утилизируем. Такого, что вот именно закинуть, раз в год, на 40 минут, не надо. Я понял. Хорошо. Ну, вот, коллеги, соратники, пожалуйста, проблема мусора решена. То есть, все протесты в ШИЕС, они, в общем-то, обоснованы, хотя они сторонние какой-то стороны. Мы, в общем-то, проблема мусора, проблема свалок, она надумана. Если бы хотели наши любимые, кто-нибудь, скажем так, власть, вот такими установками можно снабдить каждый город, каждый посёлок, и свалок не будет, можно сказать. Спасибо. Замечательно. А по пластику как-то есть отдельная какая-нибудь установка? Или там и пластик можно сжигать? Нет, здесь и пластик можно сжигать. То есть, это как раз... Эта установка на пластике, собственно, и работает у нас. Именно они для ТБО, то есть ТКО, ну, твёрдые травы, твёрдокоммунальные отходы. А там, конечно, и пластик, и всё, и стекло даже, ну, попадается. Тут больше мы вот работаем с теми отходами, которые не просто, конечно, ну, со свалки взять и загрузить, а которые проходят какую-то сортировку. Ну, такую первичную. Ну, чтобы железо хотя бы убрать. Да, да нет, потому что там всё равно все зарабатывают на этом, как бы. И они там отбирают, и тот же пластик, например, они отбирают, и стекло какое-то. Они всё это либо сдают, либо ещё куда-то. Ну, короче, это деньги с правом, в любом случае. А вот именно всё, что уже не подлежит какому-то вторичной обработке, или вот это, уже как раз установки решают эту проблему. То, что никуда уже не деть просто. И вот, чтобы только полигоны не выкидывать, например, можно загружать эту установку. Ну, всё, что, грубо говоря, горит, и всё, что даже не горит, да? Да, ну, по большому счёту, да, как бы. Конечно, там, ну, землю откровенно мы не будем закидывать, как бы, и это не будет там. Данислав, ты зря прячешься. Нужно знать своих героев. Скажи, стекло горит? Стекло горит, но в маленьких, но в мелких количествах. То есть, если какие-то вкрапления будут, то да, будет. Но так в основном его отбивают, отбирают. Ну, естественно, да. А так, конечно, там просто, как, на стекло требуется чуть больше времени, чуть больше энергии. То есть, например, мы закинули сколько-то отходов, и стекло там полежит в зоне реакции. И оно через какое-то время сгорит. Но на это требуется большее время, чем на обычный отход. Ну, естественно, но в принципе всё реально. То есть, если даже низкого качества будет предварительный отбор, фильтрация, как это сказать, сортировка, то всё равно это всё сгорит. Замечательно. Поедемте, съездим к большим установкам, посмотрите. Вперёд. Это вот ещё установки большие, да? Стационарные, получается. Да, это стационарные установки, да, это правильно. Они у нас идут в линейке от трёх кубовых до шести кубов. То есть, это вот разовая загрузка как раз. Это у нас шесть кубов, например, отходов. Угу. Дай-ка я залезу. Да, конечно. Состоит у нас в двух модулей, которые транспортированы. Станислав, а сколько уже продали таких? Ну, уже штук, сколько, пять. Штук пять. География? Китай, Вьетнам. В России не хотят или хотят? Ну, по России больше, по мелочи которые. Они маленькие. Не такие большие, но по мелочи. Да них тоже много. Понял. А цель? Цель утилизации, очищение планеты. Ну, это понятно, да. Спасение планеты. Так, поднять не получится? Нет, сейчас пошёл. Понял. Да, к сожалению, всё. Ну, ладно. Тут уже готовы к распортировке. Ну, тут просто электричество не подругло, на самом деле. Ну, да, было и так, конечно. Сейчас кто-нибудь подъедет, когда тысячи евро в Вьетнам. Угу. Пожалуйста, масштабирование легко, то есть большая свалка, большой деструктор, вперёд. Куча, получается, тепловой энергии из ниоткуда. Подключай любой паровой двигатель и получай очень много тепла, электричества, чего угодно. Вот оно. Экономия огромная денег. Было бы желание, все экономические проблемы, в принципе, можно было бы решить. При желании. Вот мы в офисе компании. Экодеструктор. СДМ, не важно, сколько называется. Можно это, что изготовитель. Вот это, очевидно, первые, да? Ну, это вот на Китай ушло, вот это, китайские установки. Здесь и это Китай. Вот эти вот Вьетнам ушли. Это вот пять лет компании, вот шарики. Вот здесь шарики, пять лет компании. Вот где ещё такое видишь? Так что, коллеги, соратники, пожалуйста, кто хочет решить свою маленькую экологическую проблему с мусором, пожалуйста, эти кресла вас ждут с этими замечательными столеварами и замечательным примером, хорошим примером советских плакатов. Вот он, СДМ. Вот как всё это выглядит. Ну, это ПТО. Обычный офис, но продвинутый компаний. Это уже опробовали, получается, да? Да, конечно. Вот, закрытель такой, ещё только побольше. Ну, всё оборудование проходит без питания, всё равно у нас. Всё встаёт на место. И камеру. Саму сгорание. Ну, конечно, снизу будет мало что-то видно. Ну, видно кое-что. Видно. Вот лопатки видно. Да, вот такая толстеньковая решёнка. И вот тут тоже вихрь создаётся за счёт вот направления пиролизных газов. Здесь образуется тоже вихрь, который идёт вниз и вот идёт дальше туда. Замечательно. Простые решения. Вихрь, энергия из ниоткуда. И трение молекул друг от друга. Расщепление всего. Всего. Я думаю, что если добавить перегретый газ, будет эффективность ещё выше. Ну, это мои догадки. Надо поэкспериментировать. Ещё один пример того, что экологическая проблема немножко преувеличена. Это технология, работающая технология преобразования СО2 в топливо. В топливо для автомобиля. Экологически чистое. Для этого нужно всего лишь немного электричества. Причём немного. Химически то же самое. Тот же самый процесс. Вместо дизеля только получается экологически чистый дизель из того, что нам вредит. Химически то же самое. Ссылку в описании. Реально работающий завод. Реально получает топливо. Из ничего. И у нас таких технологий полно. Уже всё готово. Потому что аммиачная селитра получается из воздуха. И нужно всего лишь СО2, который отфильтровывается, направить на осаждение. У нас всё готово. Для получения огромного количества халявного топлива из воздуха. Так что, дорогие протестанты в ШАЕС, я понимаю вас. Я понимаю, против чего вы протестуете. Вы протестуете против того мира, в котором мы живём. Перевёрнутого мира, в котором медицина нужна для того, чтобы мы болели. Образование для того, чтобы мы тупели. СМИ, средства массовой идиотизации, чтобы мы не увидели выход. И не задумывались, кто мы и что мы. Чтобы мы были зомби. Выборы и власть, чтобы мы не имели власти, на что не влияли. Ничего не решали. И, соответственно, экономика, чтобы мы голодали. Такой вот мир, в котором мы живём. Но это не мир человека, не мир людей. Не мы им управляем. На самом деле, стопроцентная переработка мусора – это реальность. Но тот мир, в котором мы живём, – это не наш мир. Соответственно, все кризисы и проблемы, они созданы искусственно. Как экономический кризис, в том числе. Экономический геноцид, который сейчас происходит, – это не то, с чем я могу мириться. Потому что свалки – это часть экологической катастрофы, искусственно созданной, экологического геноцида. Но экономический геноцид, в том числе, искусственно создан, потому что все деньги – это кровь экономики, изымаются из РФ. 2-3 миллиарда в день идёт в США. И наша власть, я имею в виду глобальная власть, потому что в России нет своей власти. Сейчас планета под глобальным управлением. И это управление создало тот мир, в котором мы живём. Перевёрнутый мир, искажённый. А вот причины искажения, об этом мы поговорим чуть позже. Надо признать, что мы в оккупации. Многие сопротивляются, например, как Майкл Джексон. Вот после этой песни начали травлю, а потом отравили физически. Всё-таки некоторые сопротивляются даже на Западе, можно по-любому относиться к нему, как угодно. Но вот эта песня и этот клип говорят о многом. Но выход есть. Вместе мы – сила. Поодиночке, как он попытался сопротивляться, ничего не получится. Враг не так силён, как хочет сказаться. И в его единстве – его проблема. Именно поэтому враг не хочет, чтобы мы объединялись. Объединяться нужно. Так что, коллеги, соратники, пора просыпаться. Пора действовать. Добра вам. Всё, что нужно на самом деле – это немножко электричества. Но электричество у нас до хрена. Потому что в Советском Союзе были мощности огромные. Хватало на всю промышленность СССР. А сейчас остались жалкие крохи от промышленности СССР. А 80, даже 90% потребления – это промышленность. У нас сейчас едва ли треть от того потребления. И, соответственно, по идее электричества девать некуда. Но ГЭС, самые дешёвые, самые экологичные способы добычи, постоянно закрываются на плановые, внеплановые ремонты. Почему-то взрываются. Почему-то много заброшенных ГЭС, которые в советское время работали. Кому-то невыгодно получать дешёвую, экологически чистую электроэнергию в огромном количестве. У нас её перепроизводство. И не зря появилась РАО ЕС, как единая энергосистема была разрушена. Не зря разделили генерацию, продажу и транспортировку и так далее. Экономические кризисы искусственные. Нам не дают жить свободно. Нам не дают получать бесплатное электричество, которое было практически бесплатным в СССР. Могли сделать бесплатным. И, в общем-то, никто за него даже не платил. А сейчас сознательно, искусственно завышают цены. Хотя, если их отпустить, только за счёт электричества, экономические проблемы многие будут решены. Потому что любое производство – это, в первую очередь, электричество. Поэтому, ну, думайте сами. Последующие выводы каждый должен сделать сам. Почему мы не можем получать с электричества много в огромных количествах? Почему мы не можем получать тепло? Почему мы не можем перерабатывать мусор и везём его за тысячи километров? Почему только один федеральный оператор, некий, должен это делать? Почему мы не можем получать из выхлопов газа с помощью катода и анода, приложив немножко электричества, ценные металлы из этих же выхлопов, из этих же отходов после сжигания этого мусора, дополнительно очищая и получая разные ценные металлы? Катод, анод, технологии давно опробированы? И так далее, и тому подобное. Вопросов больше, чем ответов.